СИБИРСКИЙ НЕФТЯНИК Итогом регионального этапа будет отобрана восьмерка сильнейших, которой предстоит защищать честь Омской области на Всероссийском фестивале ГТО с 23 по 29 августа во Владимире. Сегодня здесь собралась элита детского ГТО. Это третья и четвертая ступень, это третья, 11, 12 лет, четвертая ступень это у нас 13, 15 лет. Они, главная задача нашего фестиваля регионального этапа, это непосредственно отбор команды Омской области для выступления на Всероссийском фестивале. Надеемся, в этом году мы также проведем региональный этап на восьмершем уровне, отберем лучших из лучших, и они достойно предоставят нашу область на Всероссийском финале. Ребятам было важно показать свои спортивные способности и по другим причинам. Спорт и движение – это жизнь. Знак ГТО – повод для гордости. А дополнительные баллы, начисляемые значкистом, – отличное подспорье при поступлении в университет. Сил для достижения поставленной цели пришлось приложить немало. Конкуренция была нешуточная. Здесь собрались 60 сильнейших школьников из Омска и районов области, прошедших отбор на муниципальном уровне. Напомним, что год назад Всероссийский фестиваль ГТО принимал Белгород. На том старте Омскую область представили Александр Терехов, Денис Саблин, Никита Малышкин, Максим Василенко, Полина Ващенко, Алина Филимонова, Анастасия Калашникова и Анастасия Чигаряева. Выступление нашей команды оказалось достойным. Омская область была в числе участников Всероссийского фестиваля из 77 регионов. Количество занятое место Омской областью составило 24-е. Одним из ребят, особо отличившихся на прошлом фестивале, стал Александр Терехов, который в этом году вновь выполняет нормативы ГТО. Правда, на сей раз уже в другой возрастной группе. Я выполнил нормы ГТО в прошлом году. Это была третья ступень, 12-13 лет. В прошлом году золотой значок мне достался, честно говоря, с трудом. Для меня важен значок ГТО, потому что я показываю себя другим людям. Я показываю, насколько я спортивный, насколько я готов к ГТО. По итогам регионального этапа 2016 года сильнейшими в своих возрастных категориях стали Кирилл Андреев, Софья Сайдашева, Ксения Демьянова, Иван Загребин. Пожалуй, у них есть все шансы попасть в состав сборной Омской области и отправиться на заключительные испытания фестиваля ГТО во Владимир. Второй раз даю ГТО. Самое сложное было это бег все-таки на 2 километра. Последний норматив на выносливость. Готовился я каждый день, занимался. Я рассчитываю, да, попаду, наверное, восьмерку. Я буду очень рад, если меня выберут. Буду защищать, отстаивать. Кадетский корпус и Омск, Омск область. Остается лишь пожелать ребятам потратить оставшиеся до финала полтора месяца с пользой, чтобы отправиться во Владимир максимально готовыми к труду и обороне. Будут награждены и усилия тех, кому в этом году не удалось войти в число призеров. Им вручат почетные знаки ГТО, нормативы на которые они сумели выполнить.